Поэтому человек, который действительно видит, он не склонен рассказывать судьбу. Он говорит, поживешь, узнаешь. Я могу написать тебе сейчас на бумажке и положить ее вот сюда. Приходи через год и пять дней, и приходишь на костылях, да? И он говорит, ты пришел, написал, ты придешь через пять дней ко мне, через год, пять дней на костылях. Да? И ты говоришь, почему ты мне не сказал? Почему? Потому что это люди знают законы уже жизни. Тогда спрашивают, это же фатализм, значит, ничего не изменишь. В этом мире есть четыре типа событий. Первый тип событий. Человек преодолевает своими силами просто потому, что он может это сделать. У него есть сила на это. Это называется легкая карма. Допустим, насморк возник, там взял что-нибудь, попил, прошел. Да? Второй тип событий. Средней тяжести карма. Насморк возник, попил, не прошло. Пошел куда? К врачу. То есть средней тяжести кармы, это карма, которая преодолевается с помощью кого-то. Человек, который может это сделать. Опять же, надо разбираться, потому что есть два типа врачей. Одни хотят денег, а другие хотят вылечить. Понимаете? Это колоссальная разница между этими двумя людьми. Если вы приходите к врачу, и у него логическая цепочка такая длинная, мысли о том, что ты болеешь. Заканчивается эта цепочка тем, что надо купить вот такие-то БАДы. Лаптип, туба-туба. Вот. То тогда это не врач. Это человек, который хочет денег. А человек может или давать здоровье, или забирать что-то от человека. Поэтому есть два типа. Настоящих врачей мало. И может быть у вас нет благочестия пойти найти себе такого врача. Поэтому надо помолиться. И Бог даст знания, где лечиться и как. Знание очень простое. Лечит энергия Бога. То, что выросла само трава лечебная, это лечит. Продукты питания, это тоже же выросло от Бога, лечит. Солнце лечит очень сильно. Это самое лучшее прогревание. Не электрофорез, там, не УЗИ. Это не этот ядерно-магнитный резонанс. А солнце, понимаете? Самое лучшее прогревание дает. Самое качественное извлечение спины. Солнце дает. Настоящее солнце. Дальше. Настоящие горы дают настоящую силу. Дальше. Земля дает спокойствие. Лес дает защиту. Вода дает гармонию. Пять стихий. Человек, когда обретает это знание, он уже не бежит никуда. Он, значит, есть травы, есть деревья, есть лес, есть солнце, и это меня вылечит. Есть камни, тоже это сила. Или не сила. Некоторые говорят, а он шарлатан вообще. Что это за сила такая? Вот у кого болит голова сейчас, и он не верит в силу камней. Есть такие люди? Болит голова и не верит, что камни действуют. Есть такие люди? Жалко, что нет. Сейчас бы мы поставили вот этот камешек, нажали и посмотрели, действует или нет. Итак, мы говорили о чем? О том, что средняя степень кармы, тяжести означает, что человек получает помощь от кого-то. И самая лучшая помощь приходит от чистых людей, честных, которые хотят помочь именно. Надо искать таких людей. Это непросто. Дальше следующий этап. Тяжелая карма. Не помогает врач, не может помочь. Не всем может помочь врач. Врач, я, допустим, часто бываю самоуверенным. Это склонность врачей. Мы тебе поможем, все. Не факт. Не факт. Может, поможем, а может, нет. Потому что иногда бывает тяжелая карма, и врач не может уже помочь. И бывает непреодолимая карма. Тяжелая карма кто помогает? Священник помогает, да. Молитва помогает. Дает знания, дает облегчение. Молитва. И непреодолимая карма еще бывает. Но когда бывает, приходит непреодолимая карма, Бог дает сердце знания. Остановись. Перестань бегать. Садись. И делай самое главное. Тебе уже никто не поможет. Потому что всем тело придется оставлять. Умирать так? Это непреодолимая карма. Или мне не придется, некоторые считают, мне не придется. Вернее, все так считают. По крайней мере, завтра, да? Это иллюзия, в которой мы живем. Итак, наша жизнь – следствие мысли. Веды говорят, что тонкое тело, психическое тело человека соткано из наших поступков в уме, поступком словом и поступком действием. Они дают разный результат. Поступок действием. Какой результат дает? Мгновенный. Да? Мгновенный результат. Тут же получил. Поступок словом. Какой результат дает? Отдаленный. И сильный. Если ты, допустим, просто ударил жену, ты за это ответишь. Но если ты ее предал, тогда уже отвечать будет поздно. Она просто уже с тобой не будет жить. Ну, то есть, словом, поступок может быть сильнее, чем поступок действием. И поступок мыслью – это третий вид поступка, который сам по себе еще ничего не меняет. Он подготавливает события. Поэтому ты еще можешь, успеешь отказаться от этой мысли. Допустим, я решила подавать на развод. Ты еще успеешь отказаться от этой мысли. Успеешь не делать так. Не поступать. Глупо. Вот, то есть, поступок мыслью, он имеет силу развивать события. Но можно все еще поменять. Таким образом, мысли – это сила, и все эти три вида событий создают тонкое тело. Поэтому по-другому тонкое тело называется телом желания еще. Потому что из желаний и поступков формируется наша судьба. Видите, это не только ведическая там мудрость, которую я как бы рассказываю. Видите, буддисты тоже так считают. И все, даже у христиан есть об этом мысль, об этом речь, что как бы по твоим делам ты и получишь. То есть, это означает судьба, ты судьбу создаешь своими мыслями и своими делами. Все. Это то же самое. Все то же самое. Просто по-разному называется. «Наша жизнь – следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце». Где рождается жизнь? В сердце. В сердце находится душа. Она дает жизнь телу, душа. Понимаете? То есть, здесь находится жизнь. Вот здесь находится жизнь. Помните, как там птичка там, в этом, на дереве там, и иголочка. Где находится иголочка дальше у Кощея бессмертного? Там что сломать надо? Вот здесь вот в сердце, да, находится? Иголочка эта, которая вот. И делает его бессмертным Кощея. А мы на самом деле с вами все Кощеи бессмертные. Ну что, у нас там у всех иголочка есть, ее не сломаешь. Душа бессмертна по своей природе. Ее невозможно уничтожить. Она творится нашей мыслью. Рождается в нашем сердце, наша жизнь, и творится нашей мыслью. Если человек говорит или действует с доброй мыслью, с доброй означает бескорыстной. Я читаю лекцию не для денег, допустим, сейчас. А для того, чтобы служить Богу и вам, допустим, если я так делаю, с доброй мыслью. Говорит или действует. Радость следует за ним. Как тень, никогда не покидая его. Как определить, человек действует с доброй мыслью или не с доброй? Радость следует за ним в жизни. Олег Геннадь, что-то я такая печальная. И мне кажется, что причина в моем муже меня замучила. Смотрите, логика простая. Если ты действуешь с доброй мыслью, значит, тогда радость преследует тебя, а не печаль. Ну, значит, мысль о том, что муж меня замучил, не добрая мысль. А добрая мысль какая? Та, которая самая трудная. Я сама себя замучила. Раз, радость следует за нами. Если человек, говорит, действует со злой мыслью, страдания неотступно следуют за ним, как колесо запятою вала, влекущего повозку. Чего же такое? Почему же у меня жизнь-то такая фиговая? Что-то плохо и плохо. Шакал я паршивый, все ворую и ворую. И чего же за жизнь у меня такая плохая? Почему? Потому что злая мысль. Надо разобраться просто, какие злые мысли, а какие добрые. Часто мы путаем. Например, мой муж меня бросил. Гад такой. Это добрая мысль или злая? Оп, видите, некоторые женщины считают добрая, некоторые злая. Надо разобраться. Мой муж меня бросил. Точка. Добрая мысль? Нейтральная. Дальше. Я вот неправильно себя вела, неправильно жила, и мой муж меня бросил. Точка. Добрая мысль? Добрая. Вот надо до этой мысли добраться. Первая мысль какая будет? Мой муж меня бросил. Гад такой. Все нормально. Это обычное дело. Садись и начинай молиться. Потом первое, что придет в твое сердце. Мой муж меня бросил. Точка. Означает, просто подействовала судьба. Не то, что он гад такой. Судьба не должна была так действовать, а это все случайность. Просто он гад такой, и поэтому он бросил. Он виноват во всем. Помолилась. Может, муж меня бросил. Точка. Муж уже, мысль такая уже. Нейтральная. Уже. Не туда, не сюда. Но просто-просто ты поняла, что судьба подействовала. Что пришло время действовать судьбы. Сдавать экзамены. Дальше молимся, молимся, молимся. Оп. А я ведь вот так вот с ним себя вела. И вот так делала. И то делала. И поэтому он меня бросил, естественно. Так он гад такой или нет? Да. Дальше молись. Дальше молимся, 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 молимся. Мой муж меня бросил. Я вот поступал неправильно. И он не выдержал. И бросил. Он гад такой? Да нет, просто он такой же слабый человек, как и я. Моя слабость выражалась в том, что я неправильно себя вела с ним. А его слабость выражалась в том, что он меня бросил. И что же нам теперь делать? А надо просто помолиться за него и за себя. Помолиться, чтобы нам жить правильно. Чтобы мы сильными стали людьми, не слабыми. Видите, это уже добрая мысль пошла. И радость в сердце сразу возникает в этот момент. Радость, потому что экзамен сдан. А сдать его непросто. Надо дальше, дальше двигаться по этому пониманию. Почему же он меня бросил? Вот я сейчас сказал, допустим. Что, вы поняли? Да. Хорошо, выходите на улицу, пять минут пройдет. Нет. Что-то он все-таки гад такой. Видите, может поняли? Чуть-чуть. Но надо дальше, чтобы это понимание было больше, больше, больше. Что на самом деле все нормально. Меня бросили, потому что так надо. Это все хорошо. Движемся дальше. Мне еще хуже могло бы быть. Вот. А меня бросили чуть-чуть. А это еще лучше мысли. И это все возможно только внутри, когда человек себя живет, работает. Потому что добрая мысль не возникает просто так. Она возникает, как результат победы над собой. Потому что, когда больно, хочется ругаться. Надо боль эту победить с помощью душевной труда. Она не побеждает с помощью дискотеки, бара. Тум-тум. Тум-тум-тум. Тум-тум. Или там. Потом протрезвел опять. Бросили меня. Опять то же самое. Не возвращается. По башке дали. Или морду кому-то набил. Тебе дали в морду. Хорошо. Вот. Потом все равно опять вспомнишь. Хоть по башке дали, забыл. Потом вспомнишь все равно. Или на качелях этих, на американском. Или на мотоцикле. Все равно вспомнишь. Понимаешь? Или на швейцарии. На лыжах. Все равно вспомнишь. Потом, когда накатаешься. Не работает система все это. Не работает. Или компьютерный. Не работает. Все равно вспомнить придется потом. Что тебя бросили. А вот когда ты в сердце свое обратился с молитвой. Сначала знания получишь. А потом прощение. А потом удачу. И пройдешь этот путь. Годика надо два, наверное. Годика два. Но зато уже никогда к этому не вернешься. Если тебя в следующий раз бросит. Ты уже будешь спокойно на это. С мудростью смотри. Что ты мне так сказал? Могут еще раз. На всякий случай. Для закрепления материала. Но чаще всего не бывает уже второго. Потому что ты ценишь уже человека. Понимаете? Почему человека бросают? Потому что он первый этап. Это выяснение отношений. То есть я объясню, как надо со мной жить. И понеслась. Не бросили, да? Если прошел экзамен, сдал, то дальше как ты себя ведешь? Служишь человеку. Он что делает? Наглеет. 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 Ты служишь ему. Потом, когда он почувствовал, что ты хороший человек в сердце уже. Не просто такой же, как он. Наглый. А хороший. Почувствовал. У него начинается уважение к тебе. Когда уважение пошло, ты начинаешь его воспитывать потихонечку. Очень нежненько, аккуратненько. И постепенно уже вот это вот служение и воспитание выравнивается. И тогда между людьми начинаются уже равные отношения. Правильные отношения. Но сначала ты вкладываешь в человека. Он может наглеть, вести себя неправильно. Но постепенно все выравнивается, остается счастливая жизнь потом. Кто-то один вкладывает, а кто-то пользуется. А потом наоборот происходит. Благодарный человек, который пользовался, начинает служить потом. А тот, который служил, он испытывает счастье, как результат служения. Но до этого дойти очень трудно. Надо много лет прожить с человеком. Эта вся жизнь нужна для того, чтобы это все вот так прошло. И кто должен служить, как вы думаете, в семье? Кто должен служить и кто будет пользоваться? Жена служить. Жена служить. Еще какие мнения? Оба. Оба. Невозможно. Всегда только один. Сейчас объясню. Тот, кто пришел на лекцию, тот и будет служить. Бог выбрал такого этого человека. Значит, оба будете служить. Значит, сразу счастье придержите. А радоваться тогда кому? А? Что? Ублю оба служить, а радоваться. Радоваться кому? Обоим радоваться. А то есть друг другу служить и радоваться? Ну, это бывает редко. Когда оба приходят на лекцию, редко бывает. В основном один. Совсем один. Движемся дальше. Он обидел меня. Вот, смотрите, расшифровывается это теперь. Практически теперь тренинг пошел. То есть мы как бы сначала постулаты. Это так все священные писания пишут. Сначала постулаты. Теперь тренинг. Он обидел меня. Он восторженствовал надо мною. Он поработил меня. Он оскорбил меня. Смотрите, разные степени влияния судьбы на сердце человека. Он обидел меня. Это какое влияние судьбы? Слабое влияние? Ну, сильно или слабое? Ну, обидел. Ну, что, обидел, обидел. Каждый день кто-то нас обижает. Так? Обидел, перестал обижать. Мы забываем это быстро. Обидел, понервничали, забыли. Боль не такая сильная. Дальше. Восторжествовал надо мной. Означает бросил, да? И Goodbye, my Lord, goodbye. С улыбкой такой. С другой уже, да? Идет? А ты смотришь на это. Называется восторжествовал надо мной. Оскорбил сердце. Не просто обидел, оскорбил сердце. Прощай со всех вокзалов. Поезда уходят в дальние края. Знаете, ну, то есть, экстаз. Счастье необыкновенное, да? Бросил и хорошо. Мы расстаемся навсегда. Под белым небом января. Да, вообще, нахал просто, нахал. Прощай, прощай. И ничего не говори. Ничего не обещай. Ну, то есть, вообще, просто кошмар. Дальше. Поработил меня. Поработил. Представляешь, что это такое? Сейчас мы не знаем, что это такое. Те, кто в ипотеке, только знают. Ну, а они же сами, как бы, захотели. Тоже не такое чувство. А тут, вроде бы, и не хотел, и раз тебя поработили, да? Страшно. Когда раб человек, как раб живет. У них нет вариантов никаких. Законы так устроены, что он должен быть рабом. Вот те, кто в тюрьме сидят, знают это. Страшная ситуация совершенно. Это такое уже не... Вот это вот то, что меня бросили, вызывает в сердце. Такую, допустим, лютую, такую каменную тяжесть. Понимаете? Поэтому, когда люди из тюрьмы выходят, они редко уже возвращаются к нормальной жизни. У них эта каменная тяжесть не дает им, что лютое сердце становится лютым. Там, наемным убийцей человек становится так. И готов. Почему? Потому что с ним так поступила судьба. Он уже не может смотреть на нормальную жизнь, что люди просто ходят, просто живут, там под ручки ходят как-то там. Он уже все, он из тюрьмы вышел, у него вот такое вот уже, он не может просто так. Потому что люто очень с ним жить. Кто-то согласен с ним? Кто-то знает это из вас? Я думаю, что кто-то знает. Я не сидел сам, правда. Я общался с такими людьми. У тебя все впереди. Как раз вот эта лютая энергия такая. Вот. И дальше последняя стадия – это оскорбил меня как душу, понимаете? Не просто обидел, видите, разница. Оскорбил как душу меня. То есть наплевал мне в душу, понимаете? Это когда человека там можно посадить в тюрьму, но когда у матери на глазах ребенка убивают, это уже другое, понимаете? Это уже другое. Видите, есть разная степень удара судьбы в жизни. Удары судьбы бывают разные. Ну там, допустим, ребенок погиб в реанимации от болезни. Это один вариант. А если кто-то взял, убил на глазах ребенка, это же совсем другой вариант. Понимаете, что это такое? Это такая лютая просто. Кипит наш разум возмущенный, да, и смертный бой. И человек в этом состоянии не может уже жить. Ему надо погибнуть для того, чтобы доказать, что это неправильно. Он должен отдать свою жизнь. Он готов отдать свою жизнь, понимаете? Это есть наш последний. Понимаете, человек в таком состоянии живет. Он должен отдать свою жизнь за то, чтобы доказать, что так нельзя делать, убивать младенцев на руках у матери. Как это делали вот эти вот фашисты, там, вот эти все поработители. Страшные вещи. Поэтому, видите, есть разные степени поражения судьбы. Разные степени. Он обидел меня, он восторжествовал на мной, поработил меня. Он уничтожил мою жизнь, как бы он оскорбил мою душу, сердце. Стревоженном такими мыслями никогда не угаснет ненависть. Теперь, смотрите, мы сначала говорили о чем? Наша жизнь – следствие наших мыслей. И мы говорим о том, что, если, говорит, человек действует со злобой, то страдания неотступно следуют за ним. Теперь, смотрите, здесь говорится об интересном вещах. Ведь проблема не в том, что кто-то поступает неправильно, а проблема в том, что мы этих людей, которые нас мучают, ненавидим. Вот это мы есть злоба. Что такое зло? Зло – это когда не когда кто-то неправильно поступает, а когда мы ненавидим этих людей, которые поступают неправильно. Вот это и есть настоящее зло, которое и разрушает нашу жизнь по факту. Видите, я-то хороший, но меня обидели. И я поэтому теперь думаю о нем плохо. Так вот это и есть демонизм. Спасибо. Мне сказали, что до конца лекции час остался. И, наверное, еще это означает так же, что я должен сделать объявление. Благотворительный фонд «Пища для жизни». Это пища жизни. Вот это люди, которые хотят делать добрые дела. Это мои знакомые. Я гарантирую, что они действительно так настроены. Они проводят активную подготовку скорой и сытой помощи на случай чрезвычайных происшествий. То есть они были в Крымске, когда наводнение было, и в Осетии, когда там война шла и так далее. Для полного выпуска техники осталось совсем немного подробностей. Можно узнать в фойе. Спешите помогать делать добрые дела. Если кто-то хочет помогать таким людям, которые кормят голодных и так далее. Вот эта идея. Пожалуйста. Здесь нет объявлений, но также хочу еще сказать, что я всегда и всегда буду объявлять о том, что у нас в стране есть Владимир Георгиевич Жданов, который организовал другую программу. Это общее дело называется «Борьба с пьянством», которая уничтожает нашу нацию сейчас. Это не слова, которые я как лозунг выдвигаю. Это статистика. Я специалист по общественному здоровью. То есть это медицина, которая изучает движение общества. И движение наше общество таково, что мы от пьянства умираем сейчас. 40% мужского взрослого населения умирает в трудоспособном возрасте от пьянства в нашей стране сейчас. Это страшно. Страшная ситуация. И у нас из-за этого рождаемость намного ниже, чем смертность. Мы вымираем как нация из-за пьянства. Почему? Потому что люди считают, что чуть-чуть выпивать – это нормально. Мы не понимаем силы этой силы, с которой мы имеем дело. Не понимаем. А веды объясняют, что вот это спиртное – это жидкость, которая на тонком плане связывает человека с определенной силой, огромной силой, которая называется веселящие духи. То есть эта сила имеет одушевленную природу. Это не то, что мы имеем дело просто со спиртом, который чуть-чуть влияет на нервную систему. Нет, мы имеем дело в этом случае с силой, которая разрушает судьбу через привязывание к себе. То есть веселящие духи действуют таким образом. Они дают человеку счастье взамен на свободу. Ну то есть человек лишается возможности достигать счастья своими способами. То есть приходит время, у него наступает страдание, вместо того, чтобы сдавать экзамены, он что делает? Чуть-чуть выпил, и нормально. Ничего не надо сдавать. Видите? То есть сразу роп, и хорошо стало в одну секунду. Вот это хорошо в одну секунду, еще больше привяз, потом еще больше, еще больше. Наступает тяжелый период, когда уже в жизни у человека. Так он никогда не успевается. Но когда наступает тяжелый период жизни, и человек уже не может сам преодолевать отсутствие счастья в своем сердце, тогда он начинает пить каждый день, потому что иначе он не может жить. В результате он становится пьяницей. Потому что чем больше он пьет, тем больше его привязывает эта жидкость. Чем больше, тем больше. И какое ж данное послание Жданова к нам? Не пить совсем. Не пить совсем. Такое послание. Разрубить отношения с этим духом. Сразу возникает вопрос, а как же праздники, как же мероприятия, все свадьбы там и так далее. Я вам просто являюсь свидетелем. Мой отец за меня все выпил. Я являюсь свидетелем разрушенной судьбы вот этой вот, своей собственной. Потому что по отцовской линии бабушка погибла от спиртного в состоянии алкоголизма. Дедушка погиб от спиртного в состоянии алкоголизма. По материнской линии бабушка погибла в состоянии алкоголизма. Дедушка, слава Богу, не пил. Мой отец точно так же погибает от алкоголизма. Я свидетель того, что нация разрушается с помощью этого зелья. Своей собственной жизнью свидетельствует. Поэтому я не пью и не пил никогда, за меня все выпили. И я испытываю огромную радость от праздников. Моя свадьба проходила без спиртного состояния глубокого счастья. Я свидетельствую, что для того, чтобы быть счастливым, пить не надо. Надо научиться просто быть счастливым без спиртного. Это несложно. Пару раз так попробовать, и потом получится. Например, танцевать, учиться, петь без спиртного. Видите, я на лекциях пою, но я не выпивший. Все, это такие объявления. Еще одно объявление уже от меня. Простите меня за наглость. Я здесь просто увидел, вспомнил, увидел людей, которые были на нашем фестивале «Благость». Спасибо вам, что вы приехали. И вам тоже, сзади мужчина. Кто был на фестивале «Поднимитель»? Вам понравилось? У нас это просто чудо. Этот фестиваль просто чудо. Если вы хотите отдохнуть по-настоящему, две недели вот в такой атмосфере, пожить с утра и до вечера. У нас будет с 30 сентября, две недели, будет на Ванапе, на Черноморском побережье, вот этот фестиваль, на который приедет порядка 600 человек. Вот столько же, сколько в этом зале примерно сидит. И мы будем с вами с утра и до вечера. Там все очень комплексно сделано. То есть идет то йога, то лекции, то танцы, то цигун. И постоянно люди находятся в таком активной жизни и изучают, как жить правильно. То есть они кушают освященную пищу. Очень такая жизнь счастливая, радостная. Просто я до сих пор не могу понять, зачем мы это сделали на Черном море, потому что практически никто до Черного моря не доходит. И настолько там им все нравится, что им покупаться некогда сходить. Но так на Черном море. Потому что люди привыкли на Черном море, наверное, ездить по этому. Так что приезжайте, мы будем вам рады. Итак, движемся вперед. И что же делать-то с этой штукой? Ведь жизнь-то несправедлива. Ведь реально это все происходит в нашей жизни. И слава Богу, что нет войны. Потому что когда война, там все гораздо жестче. Вот эта судьба калечит народ просто по-взрослому. Сейчас мы не в таких условиях тяжелых уж находимся. Но все равно мы страдаем. И злая жизнь – это жизнь, когда мы не умеем прощать. Злая жизнь – это когда мы обижены на судьбу и не можем из этой обидовать. Это злой человек, злобная жизнь. Понимаете, почему злобная? Потому что без Бога. Простить человек не может сам. Это невозможно самому простить. Нужно пользоваться святостью, вот этой силой святости, которая орошает человека. Точно так же говорится в священных писаниях, как дождь гасит огонь. Понимаете, вот этот огонь обиды горит в сердце. Когда человек со святостью соприкасается, благодать Божья гасит этот пожар. И нам становится легче жить. Понимаете? Тогда жизнь становится доброй с этого момента. Потому что мы можем простить. Он обидел меня, он восторжествовал надо мной, он поработил меня. Кто не дает в себе убежище таким мыслям, тот навсегда заглушит в себе ненависть. Не удает. То есть, они возникают, эти мысли, но не надо поддаваться. Надо стремиться к чистоте человеческой. Есть люди, которые обижают. Не надо о них думать. Это не поможет думать о них. Вы не можете в них душу увидеть. Мы не можем в них душу увидеть. Я тоже не могу. Поэтому надо думать о тех, кто действительно не обижает, кто свят по своей природе, кто способен прощать, кто способен дарить счастье. И когда ты думаешь о том человеке, ты начинаешь духовное видеть. И твой путь жизненный встает на правильное русло. Удача приходит в жизнь уже. Вот это не будет, что я обиделась и всю жизнь одна. Как это действует? Давайте разберем практически. Меня бросили. Я обиделась. Что дальше будет? Пока не прощу, никого себе не найду. Понимаете, это факт. А если найду, то это, знаете, есть такое понятие, как муж-сиделка и жена-сиделка. Или друзья по несчастью. Сейчас объясню. Вот когда человек не простил, то он в обиженном состоянии хочет жениться или выйти замуж. Что происходит? Он находит в себе человека, который или постоянно его успокаивает, и так с ним живет. А почему он успокаивает? Потому что он готов даже на это, потому что у него одиночество. Или он тоже такой же обиженный, и они успокаивают друг друга. Но это не семейная жизнь. Потому что когда они успокоятся, они разойдутся. Им уже нечего делать будет уже. Они друг друга успокоили, дальше что делать? Им нечем заниматься, потому что все. Им неинтересно друг другу вообще в жизни. Просто им интересно быть друг с другом, потому что они друг друга успокаивают. Промежуточный такой вариант, понимаете? Человек не остается с этим человеком. Потом надо опять расходиться. Неинтересно просто. Ну, что я тебя в тебе нашел? А что я в тебе нашла? Ну, до свидания. И даже никакой привязанности нет друг другу. Просто разошлись и все. Поэтому пока человек не успокоился, он не может найти себе близкого человека. Это только с открытым радостным сердцем можно сделать. Понимаете? Нет жизни без прощения. Ребенка потеряла, не будет нового, пока не приму судьбу. Ну, допустим, у меня выкидыш. Женщина. А-а-а! Я очень больно. Что делать, чтобы не было нового выкидыша? Надо молиться, садиться. Молиться, молиться, молиться. Раз. Приняла судьбу, успокоилась. И что в этот момент пришло в знание какое в сердце? Что это не просто так выкидыш. Что надо лечиться. У меня есть какая-то болезнь в организме. И надо лечиться. То есть я должна победить это уже. Видите, она не просто думает, а еще раз попробуем. Нет, она получает знания в своем сердце. Мы не будем пробовать сейчас. Нам надо вылечиться. И в сердце подсказка тоже идет, как вылечиться. У меня одна женщина была. В смысле, не у меня была, а пациентка. И у нее было 11 выкидышей. Я тогда был совсем еще молодой такой врач и безмозглый. И я всех купал в прорубь. У меня было одно лечение. Только прорубь. И все. Очень простой метод. Засовываешь человека в прорубь, все проходит. Но так оно и есть. Это сильное воздействие на организм. И как-то Бог мне давал знания, как делать так, чтобы людей не калечить. Ну, никто, слава Богу, не пострадал от моего фанатизма. Но я, это было на Вазовской турбазе, я работал. И ко мне приезжали люди, ничего не подозревая, что скоро они будут купаться в проруби. Вот и приехала одна женщина, вот эта вот, которая, которой было 11 выкидышей. И я ей сказал, лечение очень простое. Чтобы не было выкидышей, надо купаться в проруби. Вот и она начала купаться в проруби. И по факту это правда. Вот закаливание, оно помогает снимать излишний тонус в организме. Вот есть болезни тонуса. Вот это вот выкидыши, это болезни тонуса, неправильного тонуса в психике. И закаливание снимает этот тонус. Также, допустим, сердцебиение различное, это болезнь неправильного тонуса. Там спазмы в голове и так далее. Боли там неожиданные где-то возникают. Все это лечится холодной водой. Но не всегда. Допустим, иногда люди не могут так вылечиться. Они переносят этой холодной водой. Но эта девушка переносила. И так повезло, что ей это подходило лечение. И она купалась, купалась в проруби каждый день в холодной воде. И через... А у них 10 дней был заезд. Через 10 дней она узнала, что все это время она была беременна. Как вы думаете, что произошло? Никакого выкидыша не произошло. Потому что она сняла этот тонус неправильный. И она родила ребенка хорошего. Но пришла ко мне с мужем и сказала такие знаменитые слова. «Спасибо вам, Олег Геннадьевич, за сына». Рядом с мужем сказал. Муж стоял. Меня это вдохновило очень. Видите, она пошла, сражала. Она вот, ну, 11 выкидышей. Что, по идее, должно быть? У нее же мог бы другой вариант быть. Ну, 11 подряд. Вот представьте, 33 года женщине. Из 22 каждый год выкидыш. Бам-бам-бам-бам. Каждый год выкидыш. Ну, сколько можно? Видите, она прощала судьбе все время. Не сдавалась. И Господь подарил ей ребенка. Вот так надо жить. Это добрая жизнь, правильная жизнь. Не входить в аут и все проклинать, а молиться. Потому что в аут человек входит, потому что не хватает силы жить дальше. Силы берется от святости. Ибо не ненавистью побеждается исходящее из ненависти. Видите, оно угощается только любовью. Такой вечный закон жизни. Буддийская мудрость, подпись. Это высказание, которое в книге Льва Толстого. Видите? Хорошие высказания. Ибо не ненавистью побеждается исходящее из ненависти. Оно побеждается любовью. Поэтому любовь можно взять только у того, кто не подвержен ненависти. Это святые люди. Что бы с ними ни делали, они всегда будут прощать, всегда будут любить. И всегда будут радоваться. В радости жить. Это значит, что они смогут мне помочь. Такие люди. Или священное писание, которое говорит о том, как радостно жить. Вот то, что мы сейчас читаем. Это знание. Или имя Бога поможет мне. То есть молитва. Когда я произношу о Господе, думаю. То есть это поможет мне. Теперь опять Джон Резкин. Писатель. Воля Бога в том, что мы жили счастьем и жизнью друг друга. А не взаимным несчастьем. Не слушайте телефоны, слушайте мои слова сейчас. Это суть семейных отношений всех. Смотрите. Воля Бога в том, что мы жили счастьем и жизнью друг друга. А не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не своим горем. Я сейчас лечился один человек. Я не считаю, что он должен был ездить в больницу ко мне. И я утром после молитвы сразу ехал его лечить. А потом вечером после лечения ехал опять к нему. Чтобы его лечить. И так длилось неделю. И за неделю, вот эту всю неделю до вот этой приезда к вам я вот так жил. И за неделю я просто полностью истощился. Я пришел к жене домой, вот в этот последний день, вчера, и почувствовал, что ей тоже очень тяжело. И я ей сказал, я очень устал. Но в сердце моем это радостью не откликнулось. Не откликнулось. Поэтому я должен был сесть, что я потом и сделал, помолиться и сказать. На самом деле я так счастлив, что служил этому возвышенному человеку. Понимаете? Нам не нужна, никому не нужна наша усталость. Никому не нужны наши болезни. Никому не нужны наши страдания. Близким людям нужна наша радость только и все. Им больше ничего не нужно. Поэтому побеждай свои страдания внутри себя и дари только радость близким людям. И они сами будут заботиться о твоем горе. Когда ты радость им подаришь, это будет знаком того, что можно подойти, так и произошло. Подойти и сказать. Я очень глубоко понимаю тебя. Я хочу, чтобы ты отдохнул. Понимаете? Никогда я подхожу, говорю, я устал. Иногда я подхожу и говорю, так здорово, что я так живу. Чуть-чуть радости. И дальше ответ какой? Я хочу, чтобы ты отдохнул. Когда человек правильно себя ведет, он дает волю, добру. Пройти добру в свою жизнь. А на обиженных воду возят. Ну, то есть, если ты устал, значит, и будь усталым. А если ты счастлив, будь счастливым. Все. Как Жданов, у него есть такая песенка. Он поет на гитаре со своей женой. Там суть такой песни, что Хочешь быть счастливым, будь им. Хочешь быть здоровым, будь им. Ну, то есть, он сначала описывает страдания, все трудности, а потом говорит, неважно, хочешь быть счастливым, будь им. Ну, то есть, это означает, что мы никогда не должны настраиваться на то, что мне плохо. Это не вариант жить вообще. Даже перед смертью человек не должен об этом думать. Но хочется. Вот это означает, что нужна сила духовная. Значит, надо в этот момент настраиваться на старших уже. Опять высказание Резкина. Покой в душе вашей вы найдете, если возьмете на себя иго Христа, но радость его найдете только, когда понесете это иго, так долго, как он того от вас потребует. И только тогда вы истинно войдете в радость Господина Своего. Это высказание очень сложное для понимания. Понимаете, мы что несем по жизни-то по своей? Что мы несем? Свои проблемы мы несем. Вот вы все пришли. Не все. Может, кто-то и не пришел. Но я тогда не знаю, зачем вы сюда пришли. Вам надо было сюда садиться. Мы все пришли сюда с проблемами жизни. Это не то, что дает радость совершенную. Не то. Думать о проблемах своей жизни означает неразумная жизнь. Жизнь, в которой нет знания. Потому что проблемы все решатся сразу. Потому что все проблемы даются как экзамены. Проблемы решатся сразу, когда человек занимается другими делами во время своей жизни. Другими делами. И в чем заключаются наши дела? У нас есть две вещи в жизни. Первая вещь. это страдания и счастье, которые дают жизни. Это называется судьба. Есть вторая судьба. Это миссия, которую дал нам Бог. Это тоже судьба, и она тоже есть. Но большинство людей даже не знают о том, что это есть. У каждого из вас есть миссия перед этим миром. Но люди большинство не знают, потому что они занимаются другими делами. Почему они не знают? Потому что заняты другим. Они заняты собой. Своими радостями и печалями. Это значит, что они просто зря проводят время на этой земле. Потому что, когда человек с помощью молитвы обращается к святости, он получает освобождение от такой жизни, небольшое хотя бы, в виде спокойствия в сердце. Потом дальше к ним приходит знание, что надо каждый день вот так вот садиться и молиться перед святым человеком, чтобы жизнь, по крайней мере, твоя хотя бы была успешной. Но даже не это является сутью жизни человека. Успех приходит тогда, когда он узнает, что у него есть миссия. И Бог ему дал крест, который он должен нести столько, сколько Бог захочет. И какой крест, он тоже узнает. И вот тогда он почувствует необыкновенную радость, которая ничего общего с теми радостями, которые мы имеем, не имеет. Не имеет. Это вечное счастье. Оно вечно длится, никогда не закончится. Именно об этом Джон Резкин сейчас говорит, и я не знаю, откуда он об этом узнал. Потому что это тайна. То, что он сейчас сказал, это великая тайна уже. Великая тайна жизни человеческой. Вопрос, но ведь это счастье, оно ведь тоже иногда как бы затухает. Какое счастье? А вот о котором не счастье? Нет, вы ошибаетесь. Да, да, то есть вопрос был такой, искренний вопрос. Но это счастье же тоже иногда затухает. Это означает, что его и не было. То есть есть разные уровни счастья, отношений вот с этой своей миссией. Когда человек действительно обретает миссию, то счастье деятельности в этом направлении никогда не затухает. Оно имеет сильную, вечную, не затухающую, все возрастающую природу. И такой человек, который обрел, это уже не житель этой земли. Он уже сдал все экзамены здесь на этой земле. Идет другим путем, более высоким. Понимаете? То есть это другая жизнь, другое счастье. Эта жизнь пахнет вечностью. Это трудно объяснить, это надо чувствовать. Понимаете? И меня больше всего удивляет, откуда он это знает. Олег Геннадьевич, извините, а вот когда знание об этой миссии появится, оно будет сто процентов безошибочно? Сто процентов безошибочно. Безошибочно. Так это миссия или крест? А-а-а, это миссия или крест? Да, моя хорошая. Вот мать Тереза, она что, несла миссию или крест? Одно и то же. Одно и то же. Эта жизнь не тяжелая, она аскетичная, сильная и радостная. Понимаете? Но так жить могут то, кого наделяют. Бог не дает не только крест, Он дает силы, чтобы так жить. Понимаете? Так силы даются такому человеку. Но, допустим, вы говорите, а я так не хочу. Ничего страшного. Надо просто развиваться. Понимаете? Надо понять, что именно в этом направлении удача человека стоит. Развиваться от своих печалей и радостей к жизни вечной. Вечная означает служение, означает миссия, которая в вашем сердце, в вашей жизни уже живет. Я даже чувствую эту миссию, как она выглядит. Вам не скажу. Дальше Джон Резкин. Поскольку вы можете находить существа выше вас, находить существа выше нас. Мы можем, нет? Мы можем находить существа выше нас? Вы уверены, что вы можете? Ангелов видели? Поскольку вы можете находить существа выше вас, на которые вы взираетесь чувством благоговения, постольку вы и становитесь благороднее и счастливее. Мои дорогие слушатели, это высказание, которое вы сейчас услышали, является очень и очень глубоким. Эти проблемы в нашей жизни заключаются в том, что мы не знаем даже о том, что есть существа выше нас. Например, часто на лекциях мне задают один и тот же вопрос, а некоторые просто не задают, но знают, что это так. Говорит, Олег Геннадьевич, а где вы видели святых людей? Вы почитайте в интернете, все же там написано про всех. Как у меня есть один друг, он поэт и писатель, и поет песню такую про ворон, и говорит, только я с ними водиться не буду, просто я полюбил лебедей. На санскрите лебедь, хамса, а святой человек называет парамахамса, парам хамса, высшее проявление лебедя, высшее проявление лебедя. То есть этот человек как лебедь живет, понимаете, описывается, он общается только на чистые темы, то есть плавает только в чистых озерах. Он очень верный, он не бросает своего близкого. У лебедь, когда лебединая верность, вы знаете, они бросают друг друга. Он, когда даже плавает, не смачивается водой, потому что его перья смочены жиром, и поэтому он, живя этой жизнью, не оскверняется ей. И он чистый, светлый, он выглядит как лебедь, чистый и светлый. У него очень вытянуто все вверх, он тянется к истине вверх. Вот. И лебедь, когда берет воду с молоком, он такое вращательное движение делает, и молоко все оседает на деснах и впитывается сразу. И остается только одна вода во рту, которую он выплевывает. Он молоко извлекает из жизни, он извлекает истину из жизни. Лебедь. То есть описаны качества парамахамсы. То есть человека, который наделен божественной силой. То есть он не любит мирского общения. Он не разговаривает о политике, не разговаривает о том, какое кино где показывают, не разговаривает о спле... не сплетничает, никого не обсуждает. Он только хорошее может говорить или промолчать, если нечего сказать. Молчит. Понимаете? И он стремится только к святости. Он сам стремится к святости, и поэтому к нему тоже нужно стремиться. И здесь говорится самая высшая истина жизни человеческой в Москве. Жизни человеческой в Москве высшая истина такова. Надо научиться находить существа выше нас, имеется в виду людей. Пусть они даже сначала на иконе будут, понимаете? Потом все равно связь установится даже с ними. Потому что веды говорят, даже если вы поклоняете святому, который уже не живет здесь, он все равно приближается к вам и становится ангелом-хранителем вашей судьбы. А потом вы научитесь видеть святости в людях, которые живут здесь. Просто она скрыта за человеком. Понимаете? Потому что люди часто думают, что эта святость означает, что нет никаких недостатков. Например, святой человек может сморкаться или нет? Конечно, нет. А зевать? А пукать может святой человек? Конечно, нет. Он же святой. Понимаете, часто люди думают про святых людей, что они такие какие-то неземные, плавают над землей и ходят. Святой – это тот, кто думает о Боге постоянно и все. Он может иметь недостатки характера какие-то. Это факт. Но они быстро исчезают в его сердце. Со временем очень быстро исчезают. Нужно просто искать тех людей, которые стремятся к чистой жизни возвышенной. Они никого не обсуждают, никого не ругают, думают постоянно о возвышенном, ведут себя как лебеди. Очень оптимистично настроен, чисто и возвышенно. Все. Вот это квалификация того, с кем надо, о ком надо думать. Поскольку вы можете находить существа выше вас, видите, другой акцент ставлю, на который вы взираетесь с чувством благовения и глубокого почтения, постольку вы и становитесь благороднее и счастливее в своем сердце. Других способов правильно жить нет. На этой земле. Нет. Невозможно быть счастливым, если ты не настраиваешься на чистоту человеческую. Невозможно. Если ты настраиваешься на то, что президент плохой, страна плохая, дороги плохие, пробки кругом. Все. До свидания. Счастье. До свидания. Нормальная жизнь. Не будет никакого счастья, удачи. Такой жизни не будет. Там живут несчастные люди. Дикари на лицо ужасные, добрые внутри. Крокодил не ловится, не растет кокос. Бродинерик, мама родила. Знаете, у нас интересно, в стране происходит. У нас свадьба пела и плясала. Знаете, в какой неделе? В субботу. А знаете, что за суббота, за день? Согласно ведическим писаниям, это день Сатурна. Это день аскез, страданий. Свадьбы надо играть в пятницу или в среду. В среду, значит, будем вести сердечный разговор. Все время. А в пятницу будем счастливы друг с другом. А в субботу? Значит, в понедельник рожаться будем. Олег Геннадьевич, а святой человек, он как бы ощущает, когда к нему обращаются, но ныне живущий, он может почувствовать, что кто-то хочет с ним контакт установить? Контакт установить? То есть доить его кто-то хочет? Нет. Если мы с ним в сердце... Если он обратит на вас внимание, он сразу вам скажет что-то тяжелое. А если не обратит, он вам будет улыбаться просто. Святой человек, когда обращают внимание, он начинает воспитывать. И делает очень так, серьезно. Вот фильм «Остров» посмотрите, там это четко показано. А если не знакомы с этим человеком? Мы знаем, что он существует? Просто не представлены ему. А знакомство всегда в сердце происходит. Надо приближаться к человеку, даже к мужу. Надо в сердце приближаться. Все вот это отношение внешнее, это просто ерунда. Они людей не сближают, молитвы сближают. Надо молиться и вспоминать близкого человека с благовением. Постепенно ты вспомнишь, как ты с ним встретился. И вот это чувство о нем останется на всю жизнь. Вот какое было при встрече, такое остается навсегда. Это означает, что ты к нему правильно настроен, и счастье есть в вашей жизни. Есть. Но это возможно только с помощью настроя вот этого лебединого. Она чистая в человеке надо настроиться. На света это возможно только с помощью святости. Потому что что делает судьба карма? Она нас мордой в гэ. В гэ все время старается туда, понимаете? Это Москва, это Москва. Все мы похожие, чем-то и разные. Это Москва. Продолжаем нашу беседу. Итак, если бы вы могли всегда жить среди архангелов, если вы были бы счастливее, чем в обществе людей, и наоборот, если бы вас осудили жить в толпе идиотов, как мы, в общем-то, и живем, существ немых, безобразных, злых, вы не были бы счастливы при вечном сознании своего превосходства. Таким образом, вся действительная радость и вся сила человеческого прогресса зависит только от того, что люди находят достойный предмет для своего поклонения. А вся низость и все злополучие человечества начинается с привычки всех презирать. Видите, как удивительно устроен этот мир? А мы чем занимаемся большую часть времени? Новости. Включаем новости. В таком-то, да, мне Карага убили того-то. В Мозамбике затонулась женщина. На Чукотке. Чукча. Точка. Дальше уже не надо. И так далее. Ну, то есть, ну вообще. То есть, смотрите, ну, что хорошего нам сказали эти новости? Зачем мы это все смотрим? Нам что сказали? На Камчатке, на Чукотке такой-то Чукча стал святым человеком. Теперь можно ему поклоняться. Ура! Вот. Дальше. В Мозамбике такая-то женщина стала матерью для всех. Ура! Да? Даже вы что-то уже погрустнели. Уже как-то так не очень интересно. Видите, у нас извращенное восприятие. У нас нет радости от того, что должно вызывать радость. И нет печали от того, что должно вызывать печаль. Мы смотрим этот ужасный телевизор и думаем, что так и надо. И сейчас, смотрите, этот хлеб, Брэд, снимается в этом. Фильмы какие? Война с мертвецами, да? Ну, что-то такое, да? Великая война с мертвецами, да? Я не знаю там, что там конкретно. Ну, плакаты об этом, да? Тоже не смотрит. Ну и слава Богу. Слава Богу. Вот. Спасибо Резкину за его вот это удивительное высказывание. «Славнее буддийская мудрость, славнее господство над землею, прекрасное восхождение до небес, славнее владычество над мирами, святая радость первых ступеней освобождения». Ну, это очень сложное высказание, сейчас я его объясню. Смотрите. Люди, которые живут благочестивой жизнью, но при этом не занимаются поклонением святости, ну, то есть они живут честно, верность соблюдают, заботятся обо всех, в следующей жизни они достигают господства земного. То есть, смотрите, они достигают благочестия, силы благочестия. С чем оно выражается? Человек рождается, у него изящная речь, у него сильная память, у него проницательная способность видеть, кто как поступает, чтобы не иметь отношения с этими людьми. Дальше, у него способность управлять людьми, у него очень сильная осознанность в том, что происходит вокруг, чтобы не ошибаться. У него очень сильная способность считать там и расчеты делать, прогнозировать ситуацию и так далее. Это все называется благочестие, которое человек получает с прошлой жизни. Он уже таким рождается и становится кем? Тем, кто управляет людьми в этом обществе. Сильным мира сего становится. Те, кто имеют достаточно много благочестия, становятся просто богатыми людьми. Те, кто еще больше благочестия имеют, становятся правителями в этом мире. А те, кто еще больше благочестия имеет, становятся священниками в этом мире. Так вот, когда человек достигает способности давать знания людям, он становится обладателем небес. Веды говорят, тот, кто оставляет тело, умирает. И у него в это время сильный страх появляется и вопли, и он издает. Он отправляется на низшие планеты. Тот, кто умирает в заботах постоянно, «А, я не доделал, я не доделал», остается на средних мирах. И тот, кто умирает, уходит из мира с улыбкой на лице, он не умирает, он живой остается, только в тонком теле. Тот идет на небеса. Об этом человек узнает раньше, чем оставляет тело. Поэтому и меняется физиономия, лицо. Понимаете? Это описано тоже в Вене. И можете сами посмотреть на это. Редко встретишь, когда человек с улыбкой на лице уходит. Но я видел таких людей. Это реально чудо. Это чудо. Даже просто хочется просто в поклоне оставаться перед таким человеком. Но понимаете, есть и люди выше этого всего. Потому что даже на небеса восхождение – это все равно внутри нашего материального мира. Потому что он замкнутую природу имеет. Здесь есть рай, здесь есть ад. Но есть еще духовный мир. Он выше материального мира находится. А в духовный мир идут не те люди, которые очень святую и благочестивую жизнь жили на этой земле, а те люди, которые жили не для себя, а для Бога. Вот когда человек для Бога живет, и он вообще о себе не заботится, тогда духовный мир открывается перед ним. И он видит всю эту жизнь на этой земле, как пустое занятие. Поэтому он и отрекается от мира, такой человек. Видит, что в этом и всем пустота. Но до такого уровня надо дорасти. Это непросто. Понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok